Русские новости Снова о грязной политике, об участии в этой грязной политике достаточно известных людей. В данном случае речь пойдет о популярном комментаторе Михаиле Динлягине, который занял открыто пропутинскую и открыто антигрудининскую позицию. Что, в общем-то, и логично, и по жизни этого человека, с которым я знаком некоторое время, уже достаточно продолжительное. Михаила Динлягина я не слушал последние годы, но вот мне прислали пару роликов его, он, оказывается, штатный комментатор, что, в общем, соответствует его наклонностям и профессии на радио «Говорит Москва», где я тоже иногда бываю, но, правда, очень редко участвую в дискуссиях. Он же там ведет постоянную передачу, не знаю уж, как она там называется, но вот два ролика я посмотрел, они мне показались чудовищными. Я предлагаю их послушать. Это фрагменты, конечно, таких довольно длинных пространных рассуждалок в духе Михаила Динлягина, таких язвительных и, ну, с моей точки зрения, информационно пустых. Я бы такие передачи слушать не стал, и меня, в общем-то, такие передачи интересуют только в связи с выборами. Вот что сказал Михаил Динлягин. Напоминаю, что Тайч Путин в 99-м году уже более полутора лет был директор ФСБ, полтора года был директор ФСБ, в условиях, извиняюсь, тихой войны на Северном Кавказе, в Течне конкретно. До этого он прошел очень серьезную школу госуправления и в администрации президента, а до этого у Собчака, где имел репутацию без всякой лести, без всяких вылизываний. Имел репутацию единственного делового человека в питерской мэрии, с которым можно было разговаривать о конкретных вещах, за что его так любили иностранцы. И многие любят до сих пор. Откуда взялись связи с Германией? Когда приезжали иностранные инвесторы, они обнаруживали, что во всей питерской мэрии есть один человек, который способен внятно, конкретно говорить о конкретных вещах и внятно договариваться о бизнесе. И фамилия этого человека была Путин. Это не лесть, придуманная сегодня, это была азбука. Вот эта часть речи Михаила Динлягина, ну просто возмутительно безобразна, возмутительно. Воровской период, совершенно отчетливо воровской период в судьбе Владимира Путина, когда он был конкретным вором, когда он был таким же чиновником, как и тысячи других чиновников, которые грабили нашу страну, Михаил Динлягин оценивает как нечто положительное, позитивное, как деятельность делового человека, которого там уважали иностранцы. А за что они его уважали? За то, что они обогащались на нашей беде. И в этом помогал Владимир Путин. По поводу успехов на посту директора ФСБ, это вещь вообще трагическая, потому что все закончилось взрывами домов в Москве и в Волгодонске. И это прямо на совести Владимира Путина. И человеческая трагедия проложила ему путь во власть. Ну как же бесстыдно можно лгать, вот как лжет Михаил Динлягин. Это редкостная ложь, редкостная по своему цинизму. Товарищ Грудинин тоже деловой человек. Но когда я задал ему вопрос в прямом эфире, я хотел дать человеку пас, чтобы он красиво забил гол. Вопрос человеку, который был в президенты. Простейший вопрос, естественнейший вопрос. Что вы будете делать в экономической и социальной политике, когда станете президентом? Ну представьте себе вопрос от человека, который считает себя интеллектуалом. Что вы будете делать, когда вы станете президентом социальной и экономической политики? Ну можно том целый написать. Михаил Геннадьевич сам не стесняется писать такие тома, в общем-то абсолютно бессмысленные. Я еще прокомментирую все это дело. Здесь он предлагает в каком-то там эфире, ток-шоу Павлу Грудинину рассказать всю свою программу о социально-экономической политике, которую он предполагает вести после победы на выборах. Ну идиотизм этого вопроса совершенно очевиден. И возникает вопрос уже к самому Михаилу Делягину. Он вообще в адеквате? Он соображает, что он говорит? Он якобы пас отдал для того, чтобы что? Лекцию ему прочли на час, на два, на сколько? Поэтому это все, конечно, циничная глупость, которая должна быть разоблачена. И я об этом говорю. Он хвалит Путина за преступление и ругает Грудинина, который просто не стал отвечать на идиотский вопрос. Ну вот эти любого предпринимателя, любого гражданина России спросить, что нужно делать, он вам ответит. И скорее всего это будут разумные вещи. Что-то я не замечаю в таких предпринимателей, которые вам что-то там ответят. В эфире российского телевидения, путинского телевидения никто ни на что не отвечает. Тем, кто готов давать ответы по конкретным вопросам, просто не дают слова. А Михаил Делягин обсидел все эфиры по всем поводам, по всем вопросам, которые только можно вообще представить себе на путинском телевидении. Он дает свои ответы, он присутствует везде. Просто так, конечно, это не бывает. Он включен в определенный пул тех, кто допущен до говорения на федеральных каналах телевидения. Есть такой целый список, можно провести. Мы во время избирательной кампании наверняка увидим, кого раскрутили на телевидении именно с целью поднимать Путина и топить всех остальных. Ну вот Михаил Делягин относится именно к этой категории. Так мне до сих пор пишут, за что вы замочили несчастного Грудинина. Коллеги, я его не замочил, я ему помочь хотел. Просто есть категория людей, которым помочь нельзя. Конечно, это вранье. Михаил Делягин уже подготовлен именно для той роли, которую он играет. Он расценивает какие-то там лизаблюдские записки, которые приходят к нему от совершенно неумных людей, как собственную славу в том, что я слушаю и слышу, я вижу одну сплошную глупость. Ее даже разоблачать не надо. Это разоблачение идет автоматически. Вы слушаете и слышите, что это глупость. Но, к сожалению, разница управленческая между директором ФСБ Путиным в ВВ 99-го года, который уже повоевал, несмотря на формальный мир, и руководителем ЗАО успешного, блистательного, красивого товарища Грудинина, очень и очень серьезны. Я бы сказал, что эта разница принципиальная, потому что на посту директора ФСБ Путин был никем и ничем. Из подполковников, которые не умеют ничего и на этой должности подполковнича или в этом звании не смог проявить себя никак и рассматривался именно как моль, как недееспособное лицо, которому нечего делать в спецслужбах, он перепрыгнул в такую должность, на которой его компетентность, конечно, была совершенно отрицательной. Неизвестны никакие позитивные действия Путина в течение его правления в ФСБ. Скорее всего, это было просто назначение для того, чтобы толкнуть его дальше, но нельзя же просто из какого-то там чижика сделать сразу слона. Но вот его постепенно надували, надули сначала в ФСБ, потом в правительство, а потом исполняющим обязанности президента, который, естественно, выиграл фальсифицированные выборы, а других не бывает. И вот сейчас Михаил Делягин вешает лапшу на уши слушателям радиостанции, говорит Москва. Есть, конечно, люди с такими развешанными ушами, на которые легко размещать эту лапшу. Если мы с вами считаем, что вопрос о власти будет стоять так же, как стоял в 2004, 2008, 2012 годах, тогда я считаю, что голосовать нужно за Грудинина. Не потому, что он может быть президентом, а именно потому, что он президентом быть не может. Посмотрите, какая заливистая глупость. Голосуйте за того, кто президентом быть не может. Для чего? Но голосование за Грудинина покажет, что люди недовольны конкретно социально-экономической политикой, и ее нужно менять. Оказывается, выборы у нас проводятся не для того, чтобы сменить власть, а именно этого хочет как раз и Путин, и Делягин, которые его обслуживают, а для того, чтобы что-то там показать. Оказывается, мы на выборах только способны что-то показать. Вот сегодня пугать власть, это не бегать по улицам с плакатиками. Сегодня пугать власть, это голосовать за Грудинина, при том, что я не считаю его, в принципе, способным на какую бы то ни было политическую деятельность. Грудинин не способен ни на что. Вот утверждение Делягина, который сам тяжелее ручки в своей жизни ничего не держал. А вот если ближе к 18 марта окажется, что вопрос о власти действительно стоит на повестке дня, что ситуация настолько тяжелая, что президент может и поменяться, вот тогда придется горько заплакать, засунуть свои чувства в причинное место и пойти голосовать за Путина. Михаил Делягин, видимо, уже засунул в свое причинное место и честь, и совесть, и интеллект, все, что там было, не так уж много и было, но засунул туда и поэтому агитирует за Путина и считает, что только Путин может быть президентом Российской Федерации после выборов 18 марта. У нас мнение прямо противоположное. Путин никогда не мог быть президентом, никогда не обладал соответствующими качествами, ну, как и Делягин не обладает качествами общественного деятеля. Все дружно поддерживаем олигарха Грудинина. Делягин здесь читает какой-то возглас, поступивший на монитор радиостанции, которую он обслуживает. Хорошее, действительно, свежее лицо вызывает автоматическую поддержку, при этом симпатичное лицо, в отличие, скажем, от лица госпожи Собчак. Вот, и никого не волнует, что коммунисты выдвинули олигарха, и это правильно, потому что какие коммунисты, такие кандидаты. Ну, и правильно, что совершенно никто не обращает внимания на все эти скандалы с деньгами за границей и так далее, потому что это олигарх, да, это из той же категории, что Михаил Фридман, там, Ходорковский, Виксельберг и прочее, Абрамович и прочее, просто труба пониже, дым пожиже. Вот это абсолютное вранье. Перечисленные лица ничем конструктивным себя не проявили, и их деятельность в период разграбления страны хорошо известна. Это люди, наворовавшие миллиарды долларов. Ничего подобного у Павла Грудинина нет и никогда не было. Никакой зарубежной собственности, зарубежных счетов этих многомиллиардных. Никогда он не входил в состав олигархов, никогда не терся в Кремле, никогда не входил в состав так называемой семьи банкирщины. По сути дела, Делягин так же лжет, как и все федеральные СМИ. То есть он входит в этот же пул тотального вранья, который сформирован Кремлевской администрацией ради одного, утопить своего противника. И эти люди расчехляются, можно сказать, до полного бесстыдства. То же самое делает и Михаил Делягин. 20 шагов господина Грудинина, надеюсь, вы читали. Вот первый же шаг, знаете, это очень редко бывает, когда первый ляп в первом же шаге. Т.е. Грудинин сделал национализацию, у него лозунг, да, национализацию чего? Банковской системы, железных дорог, газового хозяйства. Я напоминаю, что национализация банковской системы проведена госпожой Небиулиной без всяких выборов. У нас из 11 крупнейших банков страны один остался, прости господи, частный. Газовое хозяйство принадлежит государству, Газпром, государственная структура со всеми своими потрохами. В госсобственности. Железные дороги в государственной собственности. И опять Делягин врет. Он как будто бы не знает, что такое национализация. Он как будто не знает, что в государственной собственности сейчас у нас ничего нет. Что вся государственная собственность на самом деле работает только на частный интерес. Это не государственная собственность, это украденная, присвоенная собственность. Там произвольно устанавливаются зарплаты, там произвольно отчисляются налоги. Хочешь плати, хочешь не плати. Потребовали от тебя заплатить, ты заплатил, не требуют, ты увел все это дело через офшоры, дочерние фирмы и исчезла вся прибыль, не с чего платить налоги. И Делягин нагло врет. Делягин засунул в свои профессиональные навыки, какие уж у него были, не такие уж масштабные, именно в то самое причинное место, о котором он и говорил. Государственные корпорации превращены в олигархическую собственность. Делягин этого не знает? Может быть не знает. Но если он открыл свой рот, смердящий сейчас ложью, то он обязан был все-таки это знать. А коль скоро он это знает, то он сознательно лжет. Ну дальше там длинный пассаж еще идет с повторами бесконечными, ну как это и делается для того, чтобы как-то воздействовать на мозги. Он был когда-то талантливым экономическим публицистом и писал довольно бодрые статьи. Но вообще откуда взялся, откуда взялась популярность этого человека, откуда он вообще образовался и что это за фрукт? Я в свое время купился на некоторые элементы обаятельности в поведении этого человека, немножко как бы не от мира сего, немножко чудачка такого, с которым можно было вести, кажется, такие околоэкономические разговоры. И он был остроумен при выдаче характеристик врагам нашего Отечества. Это был период партии Родина, фракции Родина в Государственной Думе. А с какой стати он появился вообще среди ученых людей? В общем-то, как ученый Делягин не был известен, да и как публицист в то время еще не был известен. Я полагаю, что это связи со спецслужбами и связи с теми высшими чиновниками, которые пытались свою агентуру внедрить в разные структуры. Я где-то уже писал о биографии Михаила Делягина, сейчас деталей я, наверное, не вспомню. Но после студенческой скамьи Делягин как-то сразу полетел на высокие должности, в всякие там консультационные центры какие-то там с громкими названиями. Они обычно так делают для тех, чья карьера поддерживается какими-то дополнительными структурами. Были это спецслужбы или были это младые реформаторы. Так или иначе, очень быстро Михаил Делягин попал в правительственные структуры, где там что-то консультировал, кому-то что-то помогал. И очень долго у него на его персональном сайте висело объявление о том, что он награжден какой-то там грамотой президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Это считалось, видимо, для него каким-то фундаментальным достижением. Я наивно полагал, что докторская степень, доктор экономических наук у Делягина является подлинной. Когда человек вроде так бойко разговаривает на экономические темы, хочется ему верить. На самом деле все это оказалось враньем и въедливые исследователи обнаружили, что Делягин, во-первых, никогда не публиковал научных статей. Ну, нет списка его публикаций. Есть публицистические работы, пожалуйста, их очень много, в особенности комментариев, в особенности на телевидении. Но где научные работы? Их просто нет. Делягин никогда не был кандидатом наук. Нет его диссертации нигде, и о ней ничего не известно. Но также он и не защищал докторскую диссертацию. Не было защиты докторской диссертации, потому что не было ни ведущей организации, ни оппонентов, не было ничего. И самой диссертации тоже не существует. По каким-то там канонам еще с советских времен было принято за какие-то особо выдающиеся достижения в экономике, давали докторские степени и даже академические звания тем, кто наукой никогда не занимался. Ну, не знаю, там запустили ракету, и вот управленцы там, высшие управленцы получали какие-то коврижки, в том числе и с такими вот научными степенями, прославлялись еще и как ученые. Ну, действительно, в этом был реальный вклад какой-то. Вот изделие изготовлено, и те, кто реально руководил изготовлением этого изделия, признавались и как ученые. Вот они, выдающиеся личности в научно-техническом прогрессе, сделали свой вклад. Здесь никакого вклада не было. Здесь было какое-то там консультирование. Вот за это консультирование Делягин получил докторскую степень, фальшивую. Может быть, это его подтолкнуло к какому-то научному творчеству? Нет, научных публикаций у Делягина нет. Нет, как и не было. Поэтому получается, что все фальшивка, все фальшивка. Более того, взгляды товарища Делягина, я не случайно называю товарища, очень мутные и скользкие. Когда-то я тоже, относясь к нему достаточно позитивно и критикую его только за его общественно-политические взгляды, говорил, что Михаил Геннадьевич вам, потом мы тогда даже на ты перешли, все-таки стоит ознакомиться с общественно-политическими теориями, соответствующими публикациями, фундаментальными работами. Я не смею вас просвещать по каким-то экономическим вопросам, хотя на некоторые вещи у меня взгляды иные. Но на государственное устройство, на политику, на внешнюю политику все-таки стоило бы взглянуть глазами ученого человека. Ну, Делягин, к сожалению, а может быть и к счастью, не читает книги, он их пишет. Чукча не читатель. Чукча писатель, несмотря на то, что он мог бы прочесть необходимую литературу, которую я ему рекомендовал, он этого делать не стал, поэтому его заблуждения сохранились у него до сегодняшнего дня. Ну и в политике тоже Делягин действовал крайне, не то что неосмотрительно, крайне произвольно. Он был объявлен идеологом партии Родина, с какой стати я не знаю, но вот почему-то решил Юрий Скоков, который тогда руководил аппаратной структурой партии, что вот пусть Делягин у нас будет вот в этом секторе заниматься идеологией. Ну и только один раз я увидел какой-то продукт идеологический, Делягин там что-то написал такое невнятное, мне пришлось тогда три ночи работать, чтобы свести вообще кучу всяких разнородных суждений по поводу идеологии в нечто цельное. Но перед съездом Скоков на все это посмотрел и решил вообще это не выносить ни на какое обсуждение, и партия Родина осталась без идеологии. Но многое из того, что написал Делягин, было остроумным, подходящим, что-то я там убрал, что-то добавил, но была целостная концепция. Она была отвергнута, но это и все, что Делягин сделал вот неким таким вкладом, который так и не состоялся. И потом, когда руководство партии в 2006 году сменилось, руководителем партии формально стал Бабаков, который почему-то, Александр Бабаков, вот уж точно олигарх, который почему-то решил, что он неформальный лидер и будет здесь распоряжаться, как ему вздумается. Он решил Делягина убрать. За что? За то, что Делягин болтался по разным либеральным форумам и там выступал. Требование Бабакова, чтобы он этого не делал, поскольку он числится среди идеологов партии, было отвергнуто даже с некоторым таким пренебрежением. А кто это тут мне командует какой-то тот маленький лысенький человечек, о котором я ничего не знаю. Вот это высокомерие и сгубило Делягина. Бабаков просто провел в полицовет партии и Делягина из партии исключили. Я на тот полицовет не успел приехать из какой-то командировки и увидел уже выходящих из помещения людей и очень изумился вот этому решению, о подготовке которого я, конечно, не знал. Я тогда выступил с такой апологетической статьей, что не надо пытаться взнуздать политических мустангов. Вот он бегает везде, где хочет и везде распространяет свои взгляды. И слава богу, не надо его пытаться на него уздечку накинуть. Но уже дело было сделано и надо же было Михаилу Делягину подать в суд на собственную партию, которая его отторгла, точнее на ее руководство. И надо же мне было принять за чистую монету его возмущение и пойти за Делягина в этот суд и давать там показания, что нет, он все-таки работал в партии, что исключение его было совершенно абсурдным и противоречащим уставу партии. Ну, суды в таком случае понятно как действуют, ничего из этого не вышло. Потом Делягин как вспышка появился на восстановительном съезде Конгресса русских общин в 2006 году. И произнес там такую президентскую речь, такую яркую, такую непримиримую к врагам Отечества, к тому же самому Путину, что подумалось, ну это же просто такой пассионарий, такой прометей горящий. Ну, потом все затихло и вновь Делягин появился на авансине политики в 2010 году, когда ему и Максиму Калашникову, то бишь Владимиру Кучеренко, было поручено создать альтернативу или замещение партии Родина. Вот Родина была уничтожена, можно было воспользоваться брендом, подхватили и тоже назвали свою партию они тогда, в 2010 году. Родина, здравый смысл. И с чего они начали? Это с поливания грязью бывшей Родины, всей, вообще всех аспектов, не просто аккуратной критики затоптанной власти структуры, а просто мерзостным поношением. Я тогда Делягина и вычеркнул из списка приличных людей, а последней точкой в этом была наша встреча на все том же канале, радиоканале «Говорит Москва», когда нам предоставили возможность подискутировать, и я изумился, что Михаил Делягин из такого человека, который разыгрывает интеллектуала, превратился в какое-то подобие Жириновского. Ну, видимо, кто-то подсказал, что надо вести вот себя так нагло и до такой степени нагло, что я уже должен был в эфире сказать, что Михаил Делягин, мы сейчас с вами выйдем в коридор и там разберемся, кто кому, что там даст, говорить или не даст. Если вы не прекратите свое хамское поведение, ну, примерно так, я не могу точно сказать, как я выразился, но достаточно жестко, и действительно я был в таком состоянии, что мог и в прямом эфире просто вздуть Михаила Делягина. Он тут же, конечно, был осажен этим жестким высказыванием и так провел эфир уже в вполне приличном виде, без вот этого хамства, без перебивания, которое он, видимо, решил, что это некая политтехнология обязательная для политика, которая прорывается в публичную сферу и хочет стать любимцем публики. Но не получилось у него с Калашниковым, кстати, тоже интересное вот это сочетание, Калашников и Делягин, тоже не случайно, оно появилось, раньше не было и позже не было, а тут получилось. Я тут прослеживаю такие вот пары, внезапно возникающие, и я понимаю, как они формируются. С этой партии ничего не вышло, фальшивая инфраструктура, я тогда тоже исследовал, оказалось, что они там регионы партии Великая Россия, наши партии пытались подхватить их, перетянуть на свою сторону, но ничего не вышло ни с этой партии, ни она даже не попыталась пройти регистрацию, просто тихо умерла. И вот с тех пор, когда Делягина я вообще не замечал, и есть небольшое количество таких людей, с которыми я не собираюсь ни о чем дискутировать, мне они абсолютно не интересны, потому что их безумство и их бесчестность мне совершенно очевидны. Не слышал я ничего о Делягине и не слушал в течение всего этого периода, вот до всего года, когда мне прислали видеоролики, ну это такая техническая съемка, как вы видели, с эфира «Говорит Москва». И вот я вижу, что все только ухудшилось, то есть цинизм, подлость этого человека абсолютно очевидны для меня. Понятно, что он начинал с подлога, никакой он не доктор наук, никаких научных достижений у него нет, он наукой никогда не занимался. Это такой экономический публицист с остреньким словцом, когда ему есть о чем сказать, если ему позволяют об этом сказать. И вот еще у меня тут завалялись эти книжки, еще не до конца очистил свою библиотеку на даче. Вот у меня есть книжка Михаила Делягина «Россия после Путина. Неизбежна ли в России оранжево-зеленая революция?» Здесь даже написано Андрею Николаевичу с глубокой благодарностью и надеждой на все самое хорошее. Да, это был апрель 2005 года. «Россия после Путина». Вы думаете, здесь что-нибудь о Путине написано? Да ничего, вот все, что написано. Прямо с первых строк. Долгих пять лет слово «Путин» было хорошей торговой маркой, под ним можно было продать почти что угодно, и многие пронырливые бизнесмены, в том числе и от политики, сколотили, а некоторые еще и продолжают торопясь напоследок сколачивать. На нем неплохие капиталы. Тем не менее, путинская пятилетка завершена, и за суетной официальной пропагандой, суетной тревогой официальной статистики и мраком поведенной жизни, все более ясно вырисовывается простой вопрос, что дальше. И дальше, в общем, то, что читать практически невозможно. Огромный тираж, 15 тысяч, что ли, было какой-то, да, 10 тысяч тираж. Конечно, продать такую книгу просто было невозможно, и популярность у Делягина была не такова, чтобы можно было рассчитывать на продажу этого тиража. Ну, поэтому, я думаю, что она и попала мне в руки. Я полистал эту книгу, ну, книга и не научная, и не публицистическая, и на политический манифест не тянет, и многие вопросы, которые Делягин касается, он просто элементарно не знает. Поэтому эту книжку, ну, вот, все, чего она была достойна, это просто ее пролистать, и изданная еще на какой-то непонятной бумаге. Вот вторая книжка, которую мне подарил издатель, это уже здесь коллекция изборского клуба, и вот в рамках этой коллекции Делягин издал такую книгу «Преодоление либеральной чимы. Почему и как мы победим?» Кто это? Мы вообще, это непонятно. Путинисты, что ли? Видимо, путинисты, потому что вся книга, в общем-то, направлена на неких либералов, которые, в общем-то, мне лично абсолютно уже неинтересны, они никогда никакой власти не возьмут, они просто могут приобщиться к той власти, которая для них, в общем-то, точно такая же, как они сами. Ну, и, видимо, Делягин точно такой же, как они сами. Что меня здесь привлекло в этой книге, конечно, читать ее целиком бессмысленно, это публицистические статьи, превращенные в интервью. Какой-то вот придуман журналист черных, а может, он и в самом деле существует, может быть, он брал интервью, эти интервью раньше превращались в статьи. Действительно, Делягин такой специалист разговорного жанра, я предполагаю, что при нем там были какие-то люди, которые задавали ему вопросы или там раскручивали его на беседу. А Делягин Астрил, ну, вот эти остроты такие, достаточно плоские, демонстрирующие, в общем, крайне низкий уровень образования и понимания ситуации, содержатся в этой книге по разным аспектам, экономическим, неэкономическим. Мне казалось интересным посмотреть, я увидел, тут ее пролистав, честно говоря, я увидел, положил на полку и не собирался ее читать, но вот перед тем, как записать эту передачу, я пролистал и с удивлением обнаружил здесь текст, посвященный Ленину, который меня изумил тогда в 2010 году, когда с Калашниковым они создавали партию с такой сатанинской звездой, написанной «Родина, здравый смысл». И тогда Делягин выступил с таким панегериком в адрес Владимира Ильича Ленина, то есть им было поручено создать такую уже почти анархистскую партию, до такой степени она должна была быть коммунистической. И вот Делягин пишет, апрельские тезисы несвойственной времени и среде человечность, проявляемая им, Лениным, качественно усиливали его политический курс, создаваемый дополнительный, невидимый ни друзьям, ни врагам запас прочности. Человечный человек, колоссальная позитивная энергия, именно так характеризует Ленина Делягин, якобы такой окололиберальный публицист, а может быть и непонятно только около чего, он не либеральный, не коммунистический. Вот мы видим, что на самом деле у него там Ленин в башке. Именно в сочетании тактика и стратега в этом отношении он был универсалистом, обычно в эпоху Возрождения и столь редким для специализированного XX века. Полная чепуха, полная. Мышление Ленина, хоть бы одно доказательство приводил. Мышление Ленина, в отличие от мышления многих тогдашних и сегодняшних профессиональных кликуш от политики, но это, видимо, Делягин о себе, было осознанно диалектичным. Интересно, вот где о диалектике вот что-нибудь Делягин читал. Рассматривая значимые явления, речь, конечно, идет не о публицистике на злобу дня, он последовательно проводил свою мысль через отрицание отрицания. Это, видимо, единственное, что о диалектике знает Михаил Делягин, закон о отрицании отрицания, не останавливаясь, вплоть до фиксации перехода количества-качества, это еще один закон, не стесняясь, то есть, видимо, марксистское образование там сыграло свою роль у Делягина. Когда это, естественно, не противоречило текущим политическим нужным множеством оговорок, не пойми что, не приведены ни одного примера. Февральская революция была демократической революцией в полном смысле этого слова, но это путинизм стопроцентный, вот именно так и Путин оценил февральскую революцию. Какая там демократия, государственный переворот совершен вообще без демоса, ничего там демократического не было. А ведь для своего времени именно Ленин был главным демократом, боже мой, какой ужас, человеком, обеспечивающим максимальное участие в управлении максимально широкому кругу людей. Но бред сивой кобылы. И даже диктатура пролетариата при всех зверствах и жестокостях, с точки зрения учета властью, интересов и мнений большинства людей, была демократией в сравнении с устройством царской России. Ну, я не могу это комментировать, потому что требуется отдельная передача, я рассчитываю просто на здравый смысл и образованность тех, кто меня слушает. Это действительно бред сивой кобылы. 2005 год, напомню, но опубликована книга-то в 2015-м, то есть от своих взглядов Делягин не отказался. Но при Ленине, при большевиках, наша страна была не только одной из самых жестоких и страдающих, но одной из самых демократичных в мире, боже мой. Если, конечно, понимать под демократией несоответствие формальным правилам, то есть формальные правила не нужны, а реальный учет властью, интересов и мнений населения. У меня нет слов. Заканчиваю цитирование. Целью Ленина было построение в условиях уже более чем столетней давности более свободного, более справедливого, более гуманистичного общества. Где это Ленин на таком писал? У него даже ни одной строчки по такому поводу не было. Не будем забывать, что Ленин на Красной площади был не положен или что-нибудь еще, а именно похоронен, как положено, и даже по церковным канонам ниже уровня земли. И поэтому официальное требование либеральных фундаменталистов, на самом деле просто православных людей, похоронить Ленина, выглядит извращением здравого смысла. А зачем хоронить во второй раз? А то, что там эти мощи, так называемые, стирают в растворах постоянно и перекладывают, переодевают и снова каждый раз хоронят это, что это в порядке вещей. Это не сатанинский ритуал, нет. Это в порядке вещей, что людей откапывают, закапывают, и это происходит регулярно, еще моют в каких-то растворах. И уже непонятно, там есть ли даже что-то хотя бы элементарно материальное, связанное с тем человеком, который умер, и вот его останки вот так к ним относятся. И последняя цитата. Ну тут еще тут всякой мурни есть. Это действительно мощи и вполне по православным канонам. Это примерно то же самое, что Путин сказал. Я думаю, видимо, Путин от Делякина этого бреда наслушался. Если вы почитаете всю революционную риторику, вы увидите, она насквозь религиозна, потому что религия это не священник в церкви или мечети, а определенное состояние души. То есть любое состояние души, оказывается, это религия, тоже безграмотные совершенно суждения. Коммунисты были не бюрократами, они были людьми, которые подняли человека из грязи. Они искренне хотели убить зверя, который сидит в каждом человеке, и они очень далеко по пути обуздания этого зверя продвинулись. Это ужасные суждения, ужасные просто суждения. Я вынужден только оценивать, не продолжая все это безобразие цитировать, потому что мне эти суждения просто глубоко чужды. Я их уже опровергал сто раз. Это как в церкви иной раз увидишь икону Николая II и думаешь, люди, ну кем надо быть, чтобы почитать икону человека, доведшего свою страну до революции и гражданской войны, отрекшегося от Божьего помазания, то есть совершившего чуть ли не богохульства. Ведь царь по тогдашнему сознанию был Божьим помазанником. Говорит человек, прославляющий Ленина, ленинист. Говорит, что? Ну это логично, конечно. Но зачем ссылаться на православное самосознание? Имосознание, извращение истории, конечно. Это чистой воды ложь, то, что сказал Делягин. Ну, ложь, понятно, откуда она происходит, это невежество. Вот невежественный Делягин все эти глупости и говорит. И поэтому, конечно, эта книга подлежит не чтению, а ликвидации. И другим тоже не собираюсь советовать. И вот еще раз мне подарили книжку. Ну, видимо, считают, что я Делягина должен читать. Это книжка Делягина. Такой толстенный том, с трудом поднимаешь его, светочить. Мы физиология либерального клана. Ну, представьте себе, человек садится за работу, берет Википедию. И по списку людей, которых ему положено потоптать, просто пишет их биографии с некоторыми язвительными комментариями, со всякими журналистскими словечками. Ну, вроде бы это просто справочник. Ну, да, тут есть некоторые еще не умершие львы. Чубайс, Волошин, Гайдар, Ясин, Маукох, Козырев, Иноземцев. Часть уже давно сошла с политической арены. Алексашенко, Кудрин, Зурабов, Шуалов, Набиулина, Греф, Дворкович, Улюкаев, Христенко, Кузьминов, Голодец. Некоторые еще сидят в правительстве. Это как бы либеральная тусовка. Вот какая башня может заказать этот томик. Конечно, это не башня либералов, но никаких патриотов здесь и рядом не было. Понятно, какая, я думаю, понятно, что в ныне действующей власти нет патриотов России, нет национально ориентированных групп. Поэтому это антинационально ориентированные группы, но не либеральные. Угадайте, какая? Легко угадывается. Фридман, Швыдкой, Собчак, Венедиктов, Познер, Навальный, Медведев. Ну, вот и все. Вот и все. И, конечно, никакой критики Путина и никакой критики путинизма. То есть все эти люди, это люди путинской команды, постоянно присутствующие в этой команде. Некоторые ушли, уехали за рубеж или стали оппозиционерами, но они из этой команды. Они из этой команды, из путинской команды. Это его правительство, это его журналисты, это его поклонники, это те, кого он сам поддерживал. Некоторые еще остаются в команде. Поэтому это книга путиниста, который хочет либералов потеснить, но для чего? Для того, чтобы туда во власть попали патриоты? Нет, Путин должен быть вечным. Это позиции Делягина. Ну и завершая, скажу, что грязная политика свойственна грязным людям. Они ведут грязную политику, грязную полемику, грязную публицистику. И вот эта грязь воплощается в определенных судьбах, в определенных людях. Хотя каждый человек, конечно, может отворотиться от греха и как-то начать жить хотя бы более правильно в каких-то аспектах. Ну, например, перестать лгать. Есть люди, которые уже привыкли к этой лжи. И вот Михаил Делягин один из тех, кто привык к этой лжи. Поэтому он и мобилизован на борьбу с Грудининым, который реально может победить на выборах. Чего не хочет допустить вот тот самый клан, который представляет Михаил Делягин. Это чекистская тусовка, которая его все время поддерживала на плаву. Ну, не вел человек ни научной работы, ни к чему не был способен. Оно почему-то считалось долгое время директором Института глобализации. Ну, не было ни такого института, ни сотрудников у этого института, ни трудов у этого института. И вот такой человек с фальшивым статусом, с фальшивой диссертацией, которой никогда не было, с фальшивой популярностью, которая свойственна самым отвязанным таким публицистам, которые и в тех сферах, на которые смеют рассуждать, малообразованы. Но именно поэтому у них в мозгах остается больше места для того, чтобы придумывать какие-то гадкие формулировки. Вот в этом, наверное, Делягин довольно-таки преуспел. И я ожидаю от него дальнейших гнусностей в адрес Павла Грудинина, за которого я предлагаю голосовать, потому что именно его победа может приблизить нас к идеалу русскому национальному государству. Россия – русскую власть, а голосовать надо за Грудинина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова